Я нахожусь сейчас у своей мамы, темно, еще такое раннее утро, девятый час, но оно не раннее, но сейчас темно. Чего я здесь делаю? Здесь так рано муж повез старшего ребенка на учебу, перед Новым годом ему нужно доздавать всяческие зачеты, поскольку он не всегда учится, он тренируется, и на учебе бывает не всегда так. А мне нужно идти сегодня краситься к 12 часам, волосы покрасить, сделать процедурки всякие, давно я не ходила. Ну и, естественно, мой муж не может отвезти ребенка в другой город, потом поработать в этом городе, потом за мной опять поехать туда, в деревню. Ну и мы приехали с утра, то есть встали, и я приехала сюда, я осталась у бабушки, а папа наш повез ребенка туда учиться. Искупалась, помыла голову, я в бабушкиной одежке. Сейчас будем краситься, собираться, и пойдем в брикмахерство, которое сейчас называется все салонами. Сейчас, пока я нахожусь у бабушки, покажу как раз, что тут у нас есть. А, у бабушки, в смысле бабушка, она бабушка моим детям. Это моя мама. Мы же привыкли так называть бабушку. Здесь у нас висят картины, их рисовал Николай Николаевич, которого вы видели часто в моих прошлых видео, которые всегда... Ой, я криво так держу. Опа, да. А кто-то выглядывает. Бабушка проснулась. Вот, их рисовал. Коля, проснулась наконец-то? Нет, еще нет. Вы являетесь пастором нашей церкви. Он всегда нам приезжал помогать, когда мы сюда переехали, в деревню. Кто хочет посмотреть, посмотрите. Вон, видео у нас всегда часто мелькает. Так вот, картина. Вот Никите Н.Н. Николай Николаевич. Вот так красиво. Он и его супруга Нинель, они художники. Профессиональные художники, чем они и жили всю свою жизнь. Ну, и теперь они на заслуженном отдыхе, на заслуженной пенсии. Вот видите, красивая. Это нет, это у бабушки что-то, что-то покупная какая-то ерундушка висит. Картина красивая. То есть, они рисовали холсты и обязательно они закупали рамки. И вот в таком уже готовом виде, а рамки, кстати, дорогие, вот в таком готовом виде, они уже продавали картины. Сейчас еще покажу. Зачем я сейчас буду краситься и... Я буду краситься и мне идти краситься. Волосы какие? Волосы красить мне. Я записалась. Так вот, вот еще одна картина. Сейчас это бабушка поставила, это старший ребенок. Самуил, вот такая собачка у нас... Это папа поставил. Папа поставил? Стивик. Стивик наш, да. 15 лет прожил с нами наш друг, товарищ. Даже член семьи, можно сказать. Сначала мы купили его мосеньким-мосеньким щеночком. А потом уже у нас стали рождаться дети. И вот, в 15 лет он умер. Очень мы его любили. Уже был старенький. Сердце у него плохо стало, пока мы отвезли в больницу. Но уже было поздно. Мы повезли в Тулу, там делали ему УЗИ, анализы брали. Вот. Но, во-первых, такие собаки, такая порода, это стафаршистский терьер. Они столько не живут вообще. Они живут намного меньше. То есть он у нас еще прожил много лет. Но все равно, если бы мы пораньше начали лечить... Я не знаю, был бы толк, но... Потому что уже такое все у него было старческое. Не знаю, мне кажется, если все равно какого-то дедушку 80-90 лет начать... Начать. Начать. Кто так говорит начать? Кто-то из политиков говорит начать? Горбачев, что ли, говорил? Если начать лечить какого-то дедушку 80-90, под 100 лет, очень активно, и желать, чтобы он полностью выздоровел, стал молодым, конечно, такого не бывает. Но вот он прожил с нами. Для него это долгая жизнь. Так, и вот, что хотела показать другую стенку бабушке. Это еще одна картина Николая Николаевича. Видите, очень красиво. Очень. Опять же, с рамкой. Опять же, они покупали рамки и в таком виде они продавали. Сейчас покажу все, что есть у бабушки. Это ребята. Были маленькие, вон там уже и усы себе подрисовали. Ну, это просто какая-то со старого телефона фотография. Бабушка прилепила все подряд ей в это и это в радость. Это не знаю, кто делал Милана. Сидит, улыбается. Это делала, наверное, какая-то девочка. Да? Что, дедушка? Как понять, дедушка делал? Эту лошадку тоже кто-то. Кому-то мы покупали, помню, вот этот набор со всякими с клеями, с красками. Так, стена. Бабушка наша тут увешала. Она всех любит. Сейчас покажу изначально, кстати. А это у нас кто? Авраам? Да? Это ты. Это ты. О, Господи. Мама путает детей, потому что они вот в таком возрасте все с большими глазами, все такие были волосатые они с рождения, когда были младенцы. все такие темненькие, а это бабушка, то есть это моя мама, это я в детстве. Вот, и тут уже остальные фотографии. Это мы в церкви, это мы на соревнованиях, ой, люстра отсвечивает, ну ладно. Это мы на соревнованиях, сразу вон трое у нас победителей. Это были все маленькие, даже Рафаэльки еще не было, вот только четверо их было. Это Самуил. Старший ребенок, сколько же ему здесь было, лет 12, наверное, по виду, так 12-13, может быть. Это он, когда в первый раз, люстра это везде мешается, а без нее будет темно. Это он первый раз в Москве стал чемпионом России по ММА. Опять же, кто не знает, ММА это название боев, их много. Вот, если бы у меня дети не занимались спортом, я бы, конечно, тоже бы не знала всякие эти какие-то мудреные названия, да, которые, ну, нормальные люди, в принципе, они на них не обращают внимания. Это был чемпионат России по ММА. Вот такая у бабушки стенка. И бабушке это, нашей бабушке это красиво. Она рада любоваться своими внуками. Вот так, пока мы у бабушки. Бабушка ушла на работу. Вот так. Бабушка у нас очень любит цветочки. Это опять там какие-то покупные, эти фитюльки. Я их не показываю, вот эти ерундушки. Это наша стена, семейная бабушка тут сделала себе. А самой интересно посмотреть, когда найдешь какие-то старые фотографии, где все еще вот такие они еще все маленькие. Такие все лапусечки они. И так интересно полюбоваться имя. Это я. вот эти, которые в рамочках. То есть, мы делаем иду, заказываю большую фотографию. Но есть такие моменты, которые хочется вот так вот машинка постирала. Пиликает, которые хочется запечатлеть, да? Тебя лапусечка. Тебя лапусечка. И любоваться ими. Вот мы подписываем, там оформляют, покупаем рамку и любим дарить так. И бабушке там тоже вот с надписью и дедушке тоже. Потому что знаем, для них это очень большая радость. Я сама, ну просто обожаю смотреть фотографии. Вот очень я люблю. И поэтому дарим вот так бабушке и дедушке. Для них это тоже радость. Все, я готова на седина. Все. Я собралась вперед иду краситься. Все, мне пора. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. lsd аппетодайтесь. А я вижу, что все дожает. Здорово. Мне показалась даже плотность. Я сейчас напишу, что я так все нормально делаю. Я все сделаю, подавилась. Убивалась и все.